Друзья, коллеги, привет! Меня зовут Екатерина Сергеева. Я бизнес-консультант, предприниматель и психолог, тренер школы Надежды Владиславович. Сегодня мои коллеги попросили записать для вас короткое видео с ответами на вопросы, которые достаточно часто приходят в социальные сети школы Берега Силы и, ну, как мне кажется, беспокоят многих начинающих специалистов в области НЛП. Давайте попробуем разобраться. С чего начать начинающему специалисту НЛП, чтобы привлечь первых клиентов? Какие шаги вы бы посоветовали предпринять в первую очередь? Я думаю, что в первую очередь стоит оглянуться по сторонам, как бы банально это ни звучало. Все курсы школы Надежды Владиславовой построены таким образом, что просто невозможно не создать свое комьюнити. Обязательно появятся люди, с которыми вы будете делать практики, проходить какие-то новые опыты, которые будут вас рекомендовать. Не останавливайтесь в этом. Вы можете продолжать практиковать и по окончанию курса. И эти люди, поверьте моему опыту, станут вашими первыми рекламодателями, первыми клиентами. Потому что это действительно так. Человек, прошедший через успешный опыт какой-то практики НЛП, с радостью рекомендует его своим близким, своим друзьям. Не стесняйтесь говорить об этом. Не стесняйтесь браться за эту работу, потому что она действительно очень благодарна. Ну уж если говорить с точки зрения предпринимательства, то, конечно, сарафанное радио – штука хорошая, но иногда работает с помехами. Поэтому полагаться только на советы и рекомендации действительно не стоит. Мы живем в век социальных сетей. Поэтому иметь свою страничку, развивать ее, рассказывать о себе, о своих практиках, делиться опытом – но это действительно крайне важно, и что уж тут греха таить, очень эффективно. Мне хочется поддержать тех, кто не любит публичность. Я сама такой человек и очень хорошо понимаю, что на регулярной основе вести соцсети или блог бывает крайне энергозатратно. У меня для вас хорошая новость. Соцсети совершенно необязательно вести. Очень часто их достаточно просто иметь. Например, визитная карточка. Страничка, визитная карточка. Это может быть какой-то сайт в конструкторе, это может быть страничка в запрещенной или разрешенной в какой-то стране социальной сети. Это может быть профиль в Телеграме, где вы регулярно выкладываете какие-то свои мысли, а ваши потенциальные клиенты могут просто вас найти и убедиться в том, что вы живой человек. Поверьте, этого уже вполне достаточно. Вопрос второй. Какие стратегии вы бы порекомендовали для создания и продвижения личного бренда, начинающего НЛП-специалиста? Как выделиться на фоне конкурентов? Личный бренд. Хороший вопрос. Что такое личный бренд? Мы с вами только что поговорили о том, что совершенно необязательно заниматься только раскруткой собственного имени. Иногда достаточно просто заявить о себе и делать это с какой-то периодичностью. Как выделиться на фоне конкурентов? Мне кажется, это зависит от того, в какой сфере вы НЛП применяете. Дело в том, что НЛП – это метод практической психологии. И совершенно необязательно быть психологом. НЛП используют политтехнологии, журналисты, маркетологи, люди десятков профессий. И это зависит… То есть ваше позиционирование будет зависеть от того, а что конкретно вы делаете. Из практических советов я бы порекомендовала делать то, что часто делают маркетологи. Это называется бенчмарк на конкурентов. Выпишите себе хотя бы 3-5 фамилий или никнеймов людей, которые вам нравятся, которые делают то, что делать хотите вы, и которые делают это круто, по вашему мнению. Выпишите их списком, обнаружьте их у себя в карте. А после этого посмотрите, какие качества есть у этих людей. Что вас в них привлекает. Что для вас такое манкое, на что вы западаете, да, что вас цепляет в этих людях. И попробуйте эти качества в себе обнаружить и прокачать. Хорошая новость в том, что раз вы их обнаружили, значит, они в вас есть. Ну а дальше дело регулярности. Ни одна профессия, ни одна история успеха, ни в одной профессии не является правдой в чистом виде. Очень часто нам рассказывают про каких-то гениальных изобретателей, которые в юности изобрели супер-пупер-компьютер и живут счастливо всю жизнь на гонорарах. Но это далеко не так. Забывают сказать, что этим юношам было в среднем лет по 40. И результат их успеха – это долгий, кропотливый труд, настойчивый в продвижении к своим целям. Вот, пожалуй, умение держать эту настойчивость, не останавливаться в трудностях – это самое главное качество успешного практика, успешного предпринимателя. Какие ошибки часто совершают начинающие НЛП-специалисты при привлечении клиентов и как их избежать? Ну, пожалуй, я уже затронула эту тему, когда мы пытаемся с помощью средств НЛП радикально поменять профессию. НЛП в маркетинге и НЛП в психологии – это совершенно разное проявление одного и того же метода. И если вы не являетесь специалистом в области психотерапии, то, конечно, не стоит позиционировать себя как психолог. Специалист НЛП – это специалист-практик. Для того, чтобы осуществлять многие виды деятельности, нужна серьезная теоретическая подготовка. Я бы рекомендовала не отрицать тот опыт, который есть у вас. Даже если вы бухгалтер и вы обучились НЛП, поверьте, вы можете качественно выйти на другой уровень совершенно работы. Ровно за счет методов НЛП. Можно быть классным бизнес-консультантом и использовать НЛП. Не отказывайтесь от вот этой силы притяжения старой профессии. Подумайте, как интегрировать свое новое знание в тот опыт, который у вас уже есть. И, может быть, НЛП пригодится вам именно в том амплуа, которое вы выбрали и в котором живете много лет. Не пытайтесь стать кем-то другим. Попробуйте средствами НЛП улучшить то, что уже есть. Что важно учитывать при работе с клиентами на начальном этапе? Да вот, пожалуй, именно это. Говорить людям правду о себе, не пытаться быть или казаться кем-то, кем вы не являетесь. Определите для себя приоритеты, что для вас допустимо в работе, а что нет. Я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда к НЛП прибегают люди, которым нужна психотерапевтическая или иногда даже психиатрическая помощь. И вот возможность не проглядеть, а твой ли это запрос, а твой ли это клиент, она очень важна. Иногда в погоне за успехом и окрыленные какими-то первыми позитивными изменениями, начинающие специалисты берут действительно сложные случаи. И это становится тем, что подрывает самооценку, потому что часто бывает, что и не получается. В этом смысле у Надежды Владиславовой и у всей школы, и поверьте, у всех нас, у всего нашего сообщества есть потрясающая способность поддерживать друг друга. Даже через годы после окончания курса мы все равно все связаны. На курсах учатся разные люди разных профессий. Мы всегда можем запросить помощь семейного психолога, психиатра, психотерапевта, психолога-консультанта, психолога по бизнесу. Они просто у нас в доступе в результате вот такой вот плотной, интенсивной и очень дружной учебы. Поэтому важно осознать, кто ты в этой системе и пытаться усилить то, что в тебе уже есть. Не пытаться сделать из себя кого-то, кем ты не являешься. Тогда все будет получаться. Я вам искренне этого желаю и всех призываю дружить, общаться, переписываться в чатах и запрашивать поддержку тогда, когда этого действительно хочется.